МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Герои среди нас. Губернатор Ненинского округа вручил почетную грамоту Дмитрию Леонову, который помог выбраться девятилетней девочке из горящей квартиры. На Ринмаре почтили память погибшего 77 лет назад экипажа буксира «Комсомолец». В преддверии дня воздушного флота наша съемочная группа пообщалась с теми, кто не мыслит свою жизнь без неба. Специальный репортаж из поселка Харьягинский. Побежал к месту происшествия и спас ребенка. Сегодня машинисту асфальтоукладчика Дмитрию Леонову за проявленный героизм во время пожара губернатор Ненинского округа вручил почетную грамоту. Чрезвычайное происшествие произошло 6 августа в 11 часов утра. Поступок настоящего мужчины смогла оценить и наша съемочная группа. Получается, да, она стала таким спасительным фактором. Ты увидел с нее. Из-за высоты ее, потому что отсюда не увидишь ничего. Вот мы стоим, сейчас ничего не видно. А с нее, потому что мы общались с человеком, который меня обучал, вот и появилось, просто увидел я это. Случайно повернул? Да, вообще случайно. Просто случайно. Я не знаю, кто мне голову повернул. Просто увидел. И почему я именно на тот дом посмотрел, тоже непонятно. И все, и побежал. Когда Дмитрий Леонов увидел с асфальтовой фрезы, что из окна дома по улице Первомайской валит дым, сразу побежал к месту ЧП. Сквозь задымленный подъезд он проник в горящую квартиру, в которой услышал детский плач. Там находилась 9-летняя девочка. Вижу, человек просто испуган. Испугалась девочкой. Все, нужно было что-то делать. Надо было ее просто срочно оттуда убирать. Она стоит, я боялся, что она прыгнет за котом туда, в эту квартиру. Потому что она говорила, что спасите меня. Видимо, привязано очень сильно было. И все. Такого не было там сумбура. Это очень быстро-быстро. Потому что я знал, что еще три квартиры. Мало ли кто-то там, дедушки, бабушки. Просто посмотрел, а дым он прям вот на глазах. Он просто превращался в какую-то кучу. Пламя быстро распространилось по всей квартире. К моменту приезда пожарных огонь охватил всю площадь. А дым струился на лестничной площадке. Огнеборцы быстро ликвидировали пожар, после чего провели разбор его тушения. За проявленный героизм машинисту-асфальтоукладчику, губернатор Ниньского округа Александр Цибульский вручил почетную грамоту и памятный подарок. Дмитрий Алексеевич, я вас хочу поблагодарить. И, собственно говоря, для нас и всех присутствующих, честно говоря, большая честь, что у нас живут такие. Я скажу откровенно, мы узнали об этом из средств массовой информации, что это говорит о вашей скоростности. Вы не кричали о том, что вы сделали. Но на самом деле тот поступок, который вы слышали, действительно достоин самого большого уважения. Мы решили вас наградить таким памятным подарком. Такими, знаете, нашими часами, не диспертономную обслуживающую. Ну и, конечно, почетный грамот. Спасибо вам большое. На самом деле, большая честь, что мы с вами можем сегодня поговорить. Героем себя Дмитрий Леонов не считает. Говорит, что любой на его месте поступил точно так же. Ой, да какой герой, я тебя умоляю. Просто раздули тут с меня, с какого-то героя. Ничего не героя. Я просто посмотрел, что все в порядке. Девчонка там с соседями. Все любите друг друга, будьте добрыми, никогда не проходите мимо то, что случается. Может быть, из-за вашей скорости чья-то жизнь будет спасена. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Спасибо, Людмила. Об исполнении поручений, которые были сформированы по итогам визита главы региона в Коткино в апреле текущего года, шла речь на встрече губернатора с его заместителем Михаилом Васильевым и главой администрации Заполярного района Олегом Холодовым. Это и вопрос строительства содержания зимника, с которым, как вы помните, в прошлом году были серьезные проблемы. Это вопросы возобновления строительства линии электропередач, которые тоже вы говорили, что Заполярный район в этом году активным образом должен сделать. И не помню, сейчас нам расскажете, когда он должен быть сдан. Это и вопрос переселения людей в рамках программы переселения из ветхого аварийного жилья в вновь построенный дом. Если помните, там возникал вопрос о том, что люди не хотят переселяться в этот дом, не оснащенный системой центрального отопления и водоснабжения, водоотведения. И мы тогда говорили о том, что действительно этот вопрос надо продумать. И с учетом перспективы строительства еще других домов на этой площадке, возможно, поставить отдельную котельную, которую бы этот вопрос могла решить. На протяжении последних лет остро стоял вопрос о реконструкции линии электропередач в селе Коткино. Там действительно линия электропередач одна из самых возрастных, скажем, в округе 1972 года. Она давно уже требовала реконструкции в связи с тем, что нагрузки растут, население, электропотребление растет и ветшает, все эти ветшают, в связи с этим на окраинах, особенно на удаленных от электростанции объектах, домах, напряжение уже было невыдерживающим критикой. Поэтому требовалась реконструкция. К сожалению, мы потеряли около полутора лет в связи с тем, что у нас заявился консессионер, когда-то должен был сделать это в рамках консессионного соглашения. Но потом этого не произошло. И тогда вернулись к вопросу о работах за счет нашими силами. И в итоге Северный Консессионер взялся за счет предприятия. Начал эту работу. Начали в прошлом году. Львиную долю материалов завезли в прошлом году. Много работ сделали, больше 50%. И завершают в этом году. То есть на сегодня уже можно практически с уверенностью сказать, что где-то месяца через два мы эти работы закончим. Уже запустим. Да. Еще одну проблему – подключение жилых домов к тепловым сетям – губернатор поручил решить администрации Заполярного района после апрельской поездки в Коткино. Действительно была ситуация, когда люди, живя в домах с центральным отоплением, которым предложили приехать в новый дом, но без такого отопления, конечно, не очень были рады такому. Поэтому было обращение к нам, чтобы мы эту ситуацию как-то решили. В общем, на сегодня это решается. Завезен туда теплогенерирующий модуль, который в перспективу будет оба дома обеспечивать теплом. Так что в отопительный период, ну, зима этого года, осень-зима, будет уже синтронизованным. То есть у нас этот дом выявлен с жидким? Да, с жидким на тот теплогенерирующий модуль. И сейчас там инженер Северный музей сработает по всем этим инженерным присоединениям. Жители не только села Коткино хотят иметь в своих домах централизованное теплоснабжение. Если посмотреть шире, то на сегодняшний день в целом по округу картина выглядит следующим образом. У нас порядка 350 заявлений, почти с 10 населенных пунктов, где люди хотят получить аналогичную услугу. Это, ну, пока, я думаю, это первый этап, когда вот мы собирали заявление, люди дали, извили такое желание. Но мы на сегодня готовы только в небольшом количестве эти заявления удовлетворить там, где на сегодня позволяют существующие мощности котельных, да и диаметры тепловых сетей. Во всех остальных случаях это требует приличных финансовых вливаний для того, чтобы либо реконструировать котельные, либо поставить новые котельные и, соответственно, проложить сети. Это достаточно затратные мероприятия. Реализация проекта, например, только в одном поселке Харивер выльется в 250 миллионов рублей. И потом нужно понимать, что организовать центральное теплоснабжение возможно только в крупных поселениях. В Нарьинмаре почтили память погибшего во время Великой Отечественной войны. И экипажа буксира «Комсомолец». На митинге, посвященном 77-й годовщине гибели экипажа буксирного парохода, ветераны войны, труженики тыла, ветераны и работники Нарьинмарского морского порта, возложили венки и цветы к памятнику в память о погибших земляках. Памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец» был установлен в Нарьинмаре в ноябре 1968 года у здания управления морского порта в памяти трагедии, разыгравшейся 16 августа 1942 года в Баренцевом море. «Погибли там заключенные, которые строили, обустраивали месторождение на острове Матвеев. И во время передвижения всплыла подводная лодка и безоружный катер, безоружный экипаж, безоружных людей, абсолютно которые спасались, даже могли выплатить. Немцы расстреливали прямо из автоматов и из-за оружия в воде. Поэтому погибло там больше 300 человек тогда. Но почему мы участвуем, сам экипаж «Комсомолец», потому что это судно нашего морского порта, это жители города Нарьинмара, которые погибли, невинные». Ежегодно у постамента собираются жители города, чтобы почтить память жертв жестокого нападения фашистов. Свекор Надежды Ануфриевой в 1942 году работал механиком в морском порту. И эта трагедия в какой-то степени коснулась и его. «Очень много рассказывал, потому что в эту поездку, в этот раз он должен был ехать. Он был механиком в морском порту. И дело в том, что другой надо было отремонтировать. Еще у одного, я не могу точно сказать, какого корабля, точно его оставили. Но он должен был ехать именно на этом, на «Комсомолце», механиком этого корабля. И вот только такой, и он всю жизнь себя говорил, вот как я, может быть, от меня бы многое зависело. Все-таки я механик, я знаю, что там, повреждение какое, что быстро тут отремонтировать». С тех пор прошло 77 лет. Как считает председатель Совета ветеранов войны и труда Ниньского округа Виталий Кожевин, наш долг – сохранить память о павших и передать ее молодому поколению. «Мы участвуем, мы собираемся, пока еще живы хотим донести до самого молодого поколения, что молодое поколение знало об этом, и чтобы всегда они участвовали и не забывали это. Поэтому мы поставили вопрос перед администрацией города, округа, окружной советы ветеранов о переносе этого памятника. Потому что памятник, он был в свое время установлен здесь, здесь была контора морского порта. Но сейчас предприятие, как бы, планируется общественность, но это здание, и памятник, он здесь не по месту». Памятник экипажу буксира «Комсомолец» будет обновлен и перенесен в сквер к памятнику Наринмарским портовикам, погибшим в годы войны. Установка планируется на сентябрь этого года. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Ну а следующий материал посвящен тем, кто ежедневно отправляется в полет. Тем, кто не мыслит свою жизнь без неба, и тем, кто трудится на земле, обеспечивая безопасность воздушного движения и работу экипажей. Съемочная группа телеканала «Север» в преддверии дня воздушного флота отправилась в поселок Харьягинский. Там находится второй по крупности транспортный узел Неницкого округа. Десятки взлетов и посадок, работа с подвеской, перевозка грузов и пассажиров, которые трудятся на нефтепромыслах. О тонкостях профессии пилотов и авиадиспетчеров в репортаже Алины Выучейской. Это тот самый случай, когда рабочий день начинается ни свет ни заря. Экипаж готовится к очередному вылету. Запрос погоды по маршруту и расчет расстояния от точки до точки за картой – выпускник Омского летно-технического колледжа Дмитрий Безумов. Пилот продолжает известную в Заполярье авиационную династию. Его дед, отец, дядя и старший брат посвятили свою жизнь воздухоплаванию. Поэтому и Дмитрий с малых лет заболел небом. Мне нравится то, что не монотонная работа, а постоянно что-то новое. То рейс, то вот как под нефтянку. То, что вот сейчас вот тут на Харяге пью раз, так вот с этой подвеской работы много вот есть. Тоже вот интересно очень. Ну и так пейзаж очень красиво наблюдать. 5 часов 30 минут управляем по маршруту Харяга, Индерии, Харяга. Тонкостям летного мастерства Дмитрия обучает Олег Подхамутов. За плечами пилота-инструктора тысячи взлетов и посадок на месторождениях и в отдаленных поселениях, участие в спасательных операциях и дальние командировки за пределы региона. Наработанный за 34 года в небе опыт командир «Восьмерки» передает подрастающей смене. Просто рассказываешь особенности полетов, как, что, почему. Если есть вопросы, задает, задает, я ему отвечаю. Приход, как бы сказать, уже подготовленный. Ну вот, я считаю, что хороший пилотный приход. Вы любите свою работу? Конечно, конечно. Если бы не любил, я бы 34 года не проработал. Ну и коллектив у вас наверняка хороший, да? Да, у нас очень хороший коллектив. И благодаря коллективу народ еще никуда не разбегается. «Восьмерка» уходит в рейс по близлежащим месторождениям. Работы предостаточно, ведь там, где бескрайняя тундра, непроходимые болота и множество рек и озер, воздушные трассы едва ли не единственный способ доставить сотрудников нефтяных промыслов из пункта А в пункт Б. На нефтепромыслах виндокрылая машина выступает еще и в качестве грузовика. С помощью внешней подвески транспортируют многотонные трубы, емкости и другие необходимые нефтяникам материалы и технику. Здесь от экипажей требуется филигранная работа, ведь зайти на посадку или поднять в небо крупногабаритный груз – задача не из легких. Успех зависит от слаженной работы пилотов и бортмеханика, который и контролирует весь процесс. Харьягинский вертодром считается одним из самых крупных транспортных узлов Денецкого округа. Здесь расположено 12 посадочных площадок, а интенсивность движения воздушных судов колоссальная. Только за один рабочий день здесь производится в десятки взлетов и посадок. Незаменимые помощники и добрые друзья экипажей, конечно, авиадиспетчеры. Именно с вышки происходит управление движением воздушных судов. Метеосводки, разрешение на посадку и взлет, контроль за движением на вертодроме и в небе, мониторы, сигнальное табло, средства связи. Каждый взлет, каждая посадка фиксируется в специальном журнале. Диспетчер постоянно находится на связи с экипажами и следит за воздушной обстановкой в пределах своей зоны ответственности. На Харьягинском диспетчерском пункте в смену трудятся два сотрудника. Старший диспетчер Павел Януш в профессии посвятил почти 40 лет. В Нарьинмар он приехал в 1981-м после окончания Рижского летно-технического училища. В авиацию пошел по стопам дяди. Мужчина признается, работа очень ответственная, но интересная. Рабочий пункт очень напряженный. Интенсивность, я бы сказал, даже больше, чем в Нарьинмаре. То, что летают в основном только вертолеты, поэтому интенсивность допустима в наших пределах. За порядком на вертодроме следит сменный начальник площадки Виктор Цивош. Сегодня он трудится на земле, ведь даже на пенсии бортмеханик в прошлом не может без авиации. Любимому делу он посвятил всю свою жизнь. Налетал 30 тысяч часов, а ведь когда-то, будучи мальчишкой, он лишь мечтал о небе. Это же было в 70-е годы, начало 60-е, только авиация получила, вертолеты. Я все время вертолеты ходил. В 83-е годы, это я точно помню, единственное, что книжки нет. Помню, в августе, мы в 8 часов искали место строительства Харьяги. Тут вообще пусто. Ничего не было. Ну а сегодня Харьяга – второе по крупности место базировки вертолетов Нарьинмарского авиаотряда. И именно здесь выполняется половина объема всех работ предприятия. Еженедельно на смену заступают по 3-4 экипажа. Работают с утра и до позднего вечера. Но, как признаются сами авиаторы, есть в этом трудном и напряженном деле своя романтика. Романтика полета. Сегодня начался военно-полевой слет «Звезда», организаторами которого традиционно является региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Участников слета ждет насыщенная шестидневная программа в полевых условиях. Военно-полевой слет «Звезда» проводится для подростка в возрасте от 14 до 17 лет. В составе участников – члены военно-патриотических клубов, юно-армейских отрядов из Нарьинмара и населенных пунктов округа. Один из них – Николай Бергер, который по приглашению организаторов собрал ответственных друзей, с которыми и прилетел на слет из поселка Харивер. Ожидания какие будут, наверное, интересно. Что еще? С ребятами знаком, с которыми вы пришли? Только с тремя, с которыми приехал. Но с некоторыми уже познакомился. Не пугает погода? Не капли. Хорошая погода. Дождик. В организации программы примут участие практикующий врач скорой помощи, офицер войсковой части, сотрудник поисково-спасательной службы, преподаватель физической культуры. Из занятий, в принципе, начальная подготовка по пять дней в службу армии. То есть и занятие поисково-спасательной работам, и доброщебная помощь. Стандарт. Все, что пригодится. Ожидается, да, игры в лазертак, также игра финальная, грубо говоря, с использованием всех наработанных навыков от всех пяти инструкторов, которые будут присутствовать на данном слете. Ну и, в принципе, хорошее настроение, поприсели. Напомню, ежегодный военно-полевой слет «Звезда» проходит в одиннадцатый раз в рамках реализации госпрограммы Неницкого округа, реализации государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Неницкого округа. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.